Всем привет! Вы на канале Life in Australia and New Zealand и у нас сегодня выпуск новостей из Австралии. Если вы у нас еще не подписаны, обязательно подпишитесь, не забывайте ставить пальчики вверх, оставляйте свои комментарии. Ну, а мы начинаем! Энтони Албонис впервые встретился в качестве премьер-министра с президентом США Джо Байденом, поскольку оба лидера подтвердили, что хотят сделать союз США и Австралии еще более прочным. Личная встреча последовала за встречей лидеров Quad в Токио, включая Байдена, Албонис, премьер-министра Индии Моди и премьер-министра Японии Кассида. Байден сказал, что быстрое появление нового австралийского премьер-министра на встрече, вскоре после его победы на выборах, продемонстрировало, что Австралия полностью поддерживает партнерство. Также Байден отпустил в сторону Албонис безобидную шутку, что если после всей суматохи с выборами и поспешным визитом в Токио премьер-министр Австралии все же уснет во время саммита, то это ничего страшного, он все поймет. Кстати, с этим сравнивают самого Байдена, потому что его часто называют сонный Джо, из-за того, что он периодически на каких-то заседаниях может заснуть, или задремать, или закрывать глаза. Но опять же, в большинстве случаев это просто он таким образом слушает своего собеседника, закрывая глаза. Ну, как объясняют, не знаю, как это в реальности. Албонис сказал, что гордится тем, что открывает свой пост премьер-министра встречей на этом уровне. В следующем году Австралия примет у себя следующую встречу лидеров четырех стран. Перед встречей со своими партнерами Пакуа, Албонис позвонил своему коллеге из Соединенного Королевства, Борису, Борису хотел сказать, Борису Джонсону, чтобы обсудить изменение климата и Пакт Безопасности, AUKUS, вот этот вот AUX, как он называется, то есть новая организация военная, очередная военная организация, да, США, Великобритания и Австралия, из-за которой был скандал. С покупкой подводных лодок, ну, это уже другая история. Одним словом, со сменой власти в Австралии ее внешняя политика не изменилась, так что все остальное останется на местах. Внутренняя политика вроде как должна приняться, будем надеяться. Сиднейский рабочий был провозглашен героем после того, как взял на себя задачу найти пожилого мужчину с деменцией, который считался попавшим без вести в течение двух дней. Пожилой мужчина пропал из дома престарелых в Сиднее. Его поиски велись в одном из национальных парков. Информация была разослана людям, на их телефоны, а также была размещена в соцсетях. Многие откликнулись на это, конечно же. В их числе оказался и Джон Амосли. Он не сильно верил, что у него получится найти человека после двух дней пропажи в огромном лесу. Однако, периодически выкрикивая, он выехал на это место, где последний раз его видели пенсионеры, просто шел по лесу, периодически выкрикивая его имя. Пройдя около километра, он услышал, что на его крики кто-то отозвался. Это и был пострадавший. Вероятность того, что Джона найдет его в зарослях Королевского национального парка, который занимает на минуточку 15 тысяч гектар, была невероятно мала. Но этому пенсионеру не судьба, наверное, была умереть в такой ситуации. Еще один пример его везения в том, что двое суток ночью, он вообще в майке был, ночью в двое суток температура держалась около 19 градусов. А буквально на следующую ночь, после того, как его нашли, опустилась до плюс 9. То есть, если эти пару дней температура была бы такая, то, скорее всего, этот бы человек умер. Кстати, в спасении дедушки участвовали и другие неравнодушные люди. После того, как он нашел потеряшку этого пенсионера, он пытался дозвониться в экстренную службу по телефону 3-0. Кстати, да, отвлечение такое, опять же. В Новой Зеландии, если вы хотите позвонить в скорую, пожарную или полицию, 3 единицы. Здесь 3-0. В Австралии 3-0. Но связь постоянно обрывалась. Тогда он послал свою фотографию и свои координаты в местное онлайн-сообщество. И одна из местных жительниц вместе с сыном через 10 минут после этого привезли спальный мешок на место. Потому что они были, они, ну, знали, они там часто катались на велосипедах и знали, где это место находится. Женщина так рассказала. Так что мир не без добрых людей. И не только этот мужчина заслуживает похвалы в том, что он помог найти пенсионера. Одним словом, все закончилось хорошо. И слава богу, что есть неравнодушные люди, как я уже сказал. А мы надеемся, что их будет как можно больше во всем мире. Школа на юге Аделаиды отказалась от традиционных методов обучения математике. И выбрала экспериментальную программу. Творческое и физическое обучение помогает повысить вовлеченность учащихся 6-х классов. Учитель, которая использует этот метод более 5 лет, говорит, что ее ученики быстро освоили альтернативный стиль обучения. И их оценки быстро улучшились. Вы не можете ничему учить школьников, если они этого не хотят. Сказала она. Один из учеников 6-го класса сказал, что идея действительно хорошая. Потому что дети могут стать более активными и здоровыми. А также улучшить свои знания в математике. Дело в том, что уроки проходят, как по видео я видел, в игровой форме. Даже несмотря на 6-й класс. То есть, опять же, они в зале, там какие-то квадратики нарисованы. Они считают, двигаются, прыгают, бегают. И таким образом решают какие-то задачи. То есть, на примерах, на ярких примерах, может быть, это действительно неплохо. Я не знаю, как это будет в дальнейшем. Это покажет, конечно же, года, когда дети вырастут. Насколько они будут, скажем, обучены математике. И как они будут поступать в университеты. Вот тогда будет ясно, действительно это хорошая идея или нет. С другой стороны, почему бы не попробовать? Есть возможность попробовать, если действительно это работает. И школьная программа соблюдается. И дети получают необходимую информацию, которую должны получить по программе. То почему не попробовать такой метод? Детель скутера навсегда ослеп на один глаз. После того, как в него попала картофелина. В Перте, в городе Перт. 28-летний мужчина проведет около недели в больнице. С несколькими переломами лица и сломанной рукой. После тендентов, в котором в одном из пригородов города. Детектив полиции полагает, что потенциально могло быть использовано картофельное ружье. Хочу так вот оговориться, для тех, кто не знает. Трубка. Элементарная вещь. Используется очень часто для рыбалки. Берется трубка. Туда запускается газ. С одной стороны закрывается. Засовывается картофелина. С другой стороны, как бы поджигается этот газ. И выстреливает из этой трубки вот эта картошка. Это так, в трех словах, да? Что это такое? Вот из такой, скорее всего, в него выстрелили. Потому что удар такой силы показывает только на это. Рукой с такой силой ты не швырнешь, чтобы сломать кости на лице человека. Водитель скутера и его друг ехали на арендованных скутерах по пешеходной дорожке. А если это были арендованы, я вам могу сказать одно. Что скорость у скутеров была максимально 15 км в час. Больше не разрешено. Там стоят ограничители. Когда в один момент он был атакован. Предположительно, запустили из автомобиля. Скорее всего, это был белый седан. Марка не называется. Это так. Для тех, кто вдруг проживает в тех краях. Опять же, полиция просит тех, кто стал свидетелем данного происшествия, связаться с ними. Ну, я надеюсь, эту сволочь найдут. По-другому я такого не могу назвать. Который из-под тяжка стреляет в людей. Пускай даже это картофельно. Но теперь человек на всю жизнь останется инвалидом. Молодой парень. Авария. С участием 15 автомобилей в одном из центральных районов Брисбена привела к серьезным задержкам. Движение на трассе М3. Во вторник утром из-за дождливой погоды. У нас, да, действительно дождь был. И из-за этой аварии огромное количество работников просто не пришли на работу. Потому что они просто застряли в пробке. Задержки в движении составили более 4 часов. Служа скорой помощи Куинсланда сообщила, что 6 раненых были доставлены в больницу. И еще 7 были осмотрены просто на месте. В то же время старший зержант полиции Куинсланда сказал, что никто серьезно не пострадал. По кадрам съемки с вертолета одного из телеканалов. Видно, что пробка растянулась на несколько километров. Уже, конечно же, все разобрано, все хорошо. Но после этого сразу же задались вопросом, а что надо сделать для улучшения ситуации. Потому что действительно ситуация такая интересная. Если вот в одном районе что-то случилось, а другой дороги, например, нет. Что делать? То есть необходимо делать какие-то отводы, съезды, я не знаю. Чтобы машины могли как-то расходиться, рассасываться с этого места. Потому что 4 часа просидеть в пробке, я не знаю, может быть для жителей Москвы это нормально. Или другого крупного города, Нью-Йорка, например. Но для Окленда, может, это было нормально. Хотя получше там сейчас стало. Но, честно говоря, насколько я на данный момент наблюдаю, в Брисбане полегче пробки. Даже чем в Окленде, я бы так сказал. Если я не прав, исправьте меня. Потому что, честно говоря, в большинстве своем я пользуюсь сейчас общественным транспортом. И сильно их не замечаю, может быть поэтому. Но вот кто из наших подписчиков живет в Брисбане и каждый день на машине мотается, расскажите, как дела с пробками обстоят. Работодатели готовы подарить тысячи долларов соискателям, чтобы привлечь новых сотрудников. Теперь некоторые предприятия платят до 5000 долларов в виде денежных премий, чтобы привлечь квалифицированных работников. Исполнительный директор организации «Бизнес Сидней» сказал, что работодатели просто в отчаянии. Они хотят расти и развивать свой бизнес, но не могут найти персонал для этого. Согласно объявлениям на рынке труда, есть такой сайт СИК, он есть и новозеландский, и австралийский. Мы уже неоднократно о них рассказывали. Так вот, ряд предприятий предлагают денежные вознаграждения. В пример можно привести должность регистрированной медсестры в одном из домов престарелых с денежным вознаграждением только за то, что ты, так скажем, начнешь у них работать, тебе сразу же уже выплачивают 5000 долларов. То есть как бонус начальный. То есть другие отрасли, в том числе гостиничный бизнес, воспитание детей младшего возраста и так далее, предлагают тоже бонусы. И действительно так оно и есть. Вот, например, у нас в компании бонусы дают тем, кто помогает искать новых сотрудников. То есть если ты приведешь сотрудника, который проработает хотя бы проверочный срок, то тебе выплачивается, я вот уже сейчас забыл, 2000 вроде долларов было. Ну, это тоже неплохие деньги, да, за то, что ты кого-то порекомендовал и человек начал работать. Регулятор цен на энергоносители Австралии определил, что энергетические компании могут взимать более высокую плату со своих клиентов в трех штатах. Это касается Нового Южного Уэльса, Юго-Восточного Квинсленда и Южной Австралии. Изменения вступают в силу с 1 июля. Регулятор разрешил электрокомпаниям повысить максимальную фиксированную цену на электричество. Всему виной повышение оптовых цен на электроэнергию, ну а этому причина, естественно, инфляция. Ну, также регулятор заявил, что давление усугубляется войной на Украине, в Украине, экстремальными погодными условиями в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, влияющими на поставки угля и спрос на электроэнергию. Вступивший в должность новый министр энергетики обвинил в этом политику Скотта Моррисона, предыдущего премьер-министра, и его команды. Мол, они совсем запустили ситуацию, сделали все, чтобы это не случилось, чтобы это случилось, всегда легко кого-то обвинить, по большому счету. Но если посмотрим, как вы будете с этим справляться, они заявляют, что предыдущее правительство ничего не делало для улучшения ситуации с экологическими системами получения электроэнергии и так далее, и тому подобное. Не знаю, делали, не делали, но посмотрим, что вы сделаете. Потому что обвинять кого-то перед тем, как ты что-то сделал, легко, а вот сравнить ваши действия, ну, посмотрим, что произойдет. Кстати, пишут, что в том же самом Новом Южном Эйте электричество может подорожать вплоть на практически на 130%. Это, ну, серьезный шаг такой, если честно, подорожание. 130% сразу скачок. Хотя в то же самое время я вот получил сообщение от электрокомпании в Новой Зеландии. В Новой Зеландии тоже идет повышение цены. Повышение в два раза идет. Цены за киловатт-час. Так что вот, к сожалению, ничего хорошего во всем мире с этим не происходит. Я уверен, что и в Британии, и по всей Европе, и в Америке, и везде идут повышения цен. Ну что, теперь немножко о погоде в Брисбоне. Ночью у нас здесь и 13 на следующей неделе обещают. Похолодало. Будет прохладненько. Так что с утречка надо будет одеваться получше. Днем 20-22. Солнечная переменная облачность. А во вторник обещают очень сильный ветер. Дожди маловероятны, но где-нибудь тучки все равно ходят, могут немножко капнуть. Но это не страшно. Это не то, что у нас было, потому что вот чуть-чуть отвлекусь. Опять же, это вместе с погодой связано. Из-за этих дождей, что были в Куинсленде, количество домов, пострадавших от наводнения, огромное. И выплаты по страховкам уже составляют более 1 миллиарда долларов на ремонт домов. Вот можете себе представить, что натворила непогода в Солнечном штате, который называется всегда Солнечный штат. Ну ладно. Я надеюсь, что вам все понравилось. Как я уже говорил, пальчики вверх. Обязательно на нас подписывайтесь, делитесь со своими друзьями. А я с вами прощаюсь. Всем пока.